15 и 19 это реакция Даниила. Когда он говорил мне такие слова, я припал лицем моим к земле и онемел. И вот некто по виду, похожий на снов человеческих, коснулся уст моих и открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему предо мной, Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы и дыхание замерло во мне. Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня и сказал, не бойся муму желаний, мир тебе, мужайся, мужайся. И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал, говори господин мой, ибо ты укрепил меня. Данил услышал слова, встает на ноги. Но его голову сглублено, и его глаза направлены на землю, не смешно. И поэтому ангел, теперь у него похож на человека, прикасается к устам Даниила, это возвращает речь Даниилу, способность говорить. И дыхание в нем ослабело, силы ушли. Даниил выражает свое смирение в том, что Бог послал посланника, ангела, и что сам он является слугой моего господина, и что ему выпала честь общаться с этим славным ангелом. И это прикосновение было третьим прикосновением. И слова славного одного теперь обновили Даниила, дали ему силы. Первое прикосновение это, чтобы Даниила пробудить, и чтобы вернуть ему сознание. Это в 10 стихе. Второе прикосновение в 16 стихе. Это прикосновение к его устам и способности говорить. Третье прикосновение в 18 стихе. В котором его тело полностью вернулась сила в его тело. Тогда в чем же является послание этого мужа? Пожалуйста, читайте 20 и 21. И сказал он, знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано есть в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. Прежде чем рассказать Данилу, что произойдет с его народом в последние дни, он говорит, что будет происходить в Духовном Царстве. И это определяет судьбу народов. Посланник возвращается для того, чтобы вступить в борьбу. Чтобы продолжать давать силу Персии. Особенно того, что противодействует целям Бога для Израиля. Особенно для Израиля. И то, что Михаил сейчас находится на небесах. И он пытается бороться против князей, духов персидских. Которые пытаются уничтожить его народ, Израиль. И на самом деле это дни страшные для Израиля. Поэтому война, происходящая с князем персидским, с духом, говорит о той оппозиции, с которой встречаются евреи с этими препятствиями. Пепятствия в том, чтобы восстановить храм. Также восстановление стены Иерусалима. Также это говорится о позже времени и сирийской мировой империи. Когда Ангел Господь обещает направлять народ свой. И затем он говорит. Греция будет прийти. Говорит о том, что Греция. Вот придет князь Греции. Как только Ангел уйдет из этого конфликта с князем Персии. Затем придет князь Греции. И из-за этого им придется войти в новую войну. Мы имеем фраза «Начертана в истинном Писании». Китав Эмет. Это книга, в котором Бог предстоит предстоит предстоит... Это книга, которая была у Бога в начале, и истина записанная там, и о том, что будет происходить в мировой истории. Это не говорится как частный пример того, что народы идут против Израиля. Просто так получается, что Израиль находится посередине. И проблема, которая существует в современном Ближнем Востоке... Это не просто вопрос антисемитских исламских народов. Проблема более основовательная, более простая. Проблема в том, что по Корану... Мохаммед написал в Коране... Что куда бы ни распространялся ислам... И там, где законы шариата становятся законами той страны... Тогда эта земля становится вечным владением ислама... И никогда нельзя эту землю отдать. Потому что вы понимаете, что ислам имеет цель, конечно же, чтобы завоевать весь мир. И сделать весь мир мусульманским. То, что завоевованное земля завоевана закон... Шариат это навеки относится к исламу. И конечно во время оттаманской империи мы знаем, что в обетованной земле действовали законы шариата. И так же когда евреи только начали возвращаться в современный Израиль. Мусульмане их приветствовали на земле. Им разрешали покупать болота. Им разрешили купить всю землю в основном. Но когда стало ясно с возникновением сионизма, даже с восстанием сионизма в начале 20 века. То, что евреи хотят восстановить еврейское государство. И это означает также еврейское правление, еврейские законы. Из-за этого мусульмане начали думать, что это будет большим оскорблением для ислама. Также оскорблением самому Мухаммеду, самого Мухаммеда. Нападка на Коран, на законы шариата. И что нельзя толерантно к этому относиться. Поэтому все равно, что делает любой из политиков. Все равно, что делает Россия, Соединенные Штаты или Китай. Все равно, что делает Объединенные Нации. Не будет мира на Ближнем Востоке. До тех пор, пока ислам не откажется от этой идеи. Потому что Израиль не уйдет так мирно. По их требованию. Но более Израиль будет бороться за свое существование. Но всегда существовали молодежь радикальная, с энтузиазмом. Мусульманская молодежь. И они ради благородных целей будут бороться ради ислама, ради Мухаммеда. И пока будут рождаться эта молодежь. И будут достигать возраста идеалиста. Когда они будут готовы пожертвовать свои жизни ради чего-то. И эта проблема не уйдет. И поскольку я жил в Израиле 15 лет. И я знаю, что такое терроризм. Я имею в виду, члены моей семьи почти были убиты из-за террористических актов. Могли бы быть убитыми. Я знаю, что такое, когда взрываются бомбы и дом трясется. Я знаю, что такое, когда сорок, пятьдесят скорых помощи едут по улице ночью. Я знаю, что такое, когда взрывается автобус и части тела везде висят. Это постоянно был наш опыт такой, живя в Израиле. Но я могу сказать, что никто не хочет того, чтобы палестинцы преуспели больше, чем того хотят израильтяне. Израиль would love to see the Palestinians have a state. Израильтяни хотят, чтобы у палестинцев было государство. Израильтяни хотят, чтобы у них был мирный сосед. Израиль would invest millions and millions of dollars in building a Palestinian state. Также Израиль миллион долларов может инвестировать в строительство зданий, в Палестине, чтобы строить для них больницы, университеты. Помочь их инфраструктуре. Чтобы они стали стабильным государством, дружественным и хорошим партнером, союзным. Израиль хочет, чтобы у него был дружественный сосед. Они не противостоят Палестине. Чему они противостоят? Так это убиение евреев. Убиение еврейских пожилых людей и детей. Они противостоят? Они противостоят? Чтобы не были разбросаны тела по Иерусалиму. Они не хотят, чтобы празднование Песоха прерывалось взрывом бомб. Если коррумпирована политическая власть Западного берега. Удивительно коррумпирована, насколько они деньги засовывают в свои карманы. Если бы была перемена в лидерстве и адекватные были. И если бы они были искренне настроены на мир. Тогда можно было бы сказать, мы бы слышали только историю процветания на Ближнем Востоке. И если бы население Газа смогло избавиться от Хамаса. Тогда бы Израиль с удовольствием был помог им иметь все, что они хотят. Но тем временем Газа постоянно продолжает запускать ракеты в Израиль. Поэтому Израиль беспокоится, что постоянно и все больше высота от количества ракетов запускаемых в Газу. Поэтому у каждого народа есть ответственность защищать свой народ от разрушения. И если бы Израиль могли бы иметь такой же защитой для своего народа, он бы радовался, чтобы защищать свою праву палестинскую. Если бы только Израиль был уверенным, смогут уверен в безопасности своего народа. Он бы с удовольствием помог в укреплении и создании палестинского государства. По этому посланник здесь говорит о задержке битвы. Для того, чтобы рассказать откровение. И его слова обращены к Израилю. И так же, что их ожидает гонение. И что они могут иметь уверенность в этом ангеле-хранителе Михаиле. Которые очень сильно защищали от языческого мира. Давайте откроем одиннадцатую главу. И там сказано о царе юга и царе севера. Первые тридцать пять стихов этой главы пророчества Говорится здесь о том, что происходило в Медоперсидской империи. Эти пророчества настолько точны и настолько детализированы, что либеральные теологи отвергают, что это было написано Даниилом в шестом веке. Но мы видим первые два стиха одиннадцатой главы. Это продолжение предыдущих стихов десятой главы. Там, где Михаил был главным действующим лицом. И теперь Ангел Господень продолжает говорить С первого года Дария Медянина Он стал ему подпору и подкреплением. И что враждебность со стороны Медов, Персов теперь была дружественным проявлением. Это пришло в результате объединенных усилий Ангела Господнего и Михаила. Во втором стихе ссылка на четыре пророчества царя. Три царя восстанут в Персии. Потом Четвертый превзойдет всех. Он станет царем в 529 году. Он станет преемником Медян. Смердис становится царем в 522 году. Но его убили спустя восемь месяцев. Потом Дарий Великий. Который стал царем в 521 году. Он берет трон. И он подтверждает, он дает одобрение на завершение строительства храма. Как мы это видим в Езре 4.24. И также там мы видим четвертого царя великого богатства. Ксеркс. Ахасверос. Ксеркс. Он стал царем в 486 году. И он же выбрал из Фири своей царицей. В 480 году Ксеркс попытался завоевать Грецию. И хотя у него был большой флот и также множество воинов, большое войско, он был поражен. В основном это было из-за того шторма, в результате которого корабли многие потонули. В 3-4 стих мы видим царя Греции. There is a mighty king, it says. Могущественный царь. Это откровение об Александре Великом. Now the phrase, as soon as he has arisen, anticipates his early death. What verse? This is the phrase in verse 4. But as soon as he has arisen, his kingdom will be broken up. Получается фраза тут такая идет. Но когда он восстанет, царство его разрушится. Это как намек на его раннюю смерть. So his kingdom will be broken up because of his early death. Царство его разрушится из-за его ранней смерти. And we talked yesterday about the division of his empire among 4 generals. И как мы говорили, что его империя разделится между его 4 генералами. И вы помните, что Птолемия была дана Египет. Селукас – это Сирия и Азия. Лисимакус – это Армения. Кассандра – это Македония и Греция. Кассандра, Македония и Греция. And we see in verses 5 to 20. The history of the conflicts between the Ptolemy's of Egypt. It's a story of the conflict between the Ptolemy's of Egypt. And the Seleucids of Syria. And the Seleucids of Syria. I'm going to skip over most of this, because we just don't have time. Я перескочу через это, потому что у нас нет времени. But this is quite an extensive history. Это достаточно такая глубокая история. And, of course, Даниил is able to receive this revelation. Конечно же, Даниил смог принять это откровение. And see these things far in advance. And this goes all the way down through Antioch's Epiphanies. I'm sorry, I'm skipping a tremendous number of pages. And I'm looking for my next point to begin. All right, let's now come to verses 36 to 45 of the Antichrist. And so, let's go ahead and read verses 36 to 39. 36-39 стихи. So, here we see Which means, in Hebrew, he will do as he pleases. Что означает на Аврите, эта фраза, он сделает так, как захочет. This expresses his self-will. Это его воля, сам воле. And his irresistible might. И также сила, которой невозможно сопротивляться. Which is a common feature, it seems, with both Antioch and the Antichrist. And so, Antioch and the Antichrist have an awful lot in common. Now, we see that he will exalt and magnify himself above every God. We remember that Antichrist's epiphanies regarded himself to be God manifest. And, of course, he regarded himself to be the manifestation of Zeus. И также он называл себя Зевсом. Проявлением Зевса. But in 2 Thessalonians 2.4 2 Thessalonians 2.4 Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. So he shows no regard for the gods of his fathers. Он не проявляет никакого почтения Богу отцов своих. Now, this brings up an important question. Поэтому возникает важный вопрос. You know, when I was going to Bible college and I was going to seminary back in the 70s, I was taught that the Antichrist was Jewish. Now, you know, I mean, this was rather standard teaching. People just assumed that the Antichrist had to be Jewish. Because somehow it made a covenant with Israel. Потому что он же заключит завет с Израилем. And he's in the temple. И что он восядет в храме. And so therefore he has to be Jewish. Well, I questioned the professor on this. I said, why, what's the biblical evidence for the idea that the Messiah, or that the Antichrist has to be Jewish? And so he simply went to this particular passage, where it says that he shows no regard for the Elohim of his fathers. Now, you know, many times the word Elohim means simply, is translated simply God. И часто слово Elohim переводится как Бог. Yeah? Адонай Eloheinu, that the Lord our God, Elohim. Yeah. Берешит Бага Elohim, это Шамайем Ветха Аретс. In the beginning God created the heavens and the earth. В начале Бог создал небо и землю. But the word Elohim, which we translate in referencing the God of Israel as God, И слово Elohim, как мы называем Бог, really is a plural word. Это слово во множительном числе. Elohim. Elohim. And it can be just as accurately translated as God's. И можно также это перевести как Боги. And so, if we're going to say here in this passage that he shall show no regard for the Elohim of his fathers. Поэтому, если мы говорим, что он не почтит Elohim своих отцов. This could just as readily be a plural God's of his fathers. Либо же он не почтит богов, отцов своих. Which would completely suggest that he's not Jewish. Либо другими словами, что это говорит нам, что он не еврей. Поэтому, в реальности, нет никакого доказательства по Библии, что антихрист еврей. Потому что это самое лучшее доказательство, которое они говорят, но даже это не является основанием. Так же, как и антиох, он способствовал ассимиляции людей, чтобы они смешивались друг с другом. Таким образом пытаясь уничтожить культурные различия между народами. И так же, как и в Русской империи. Которая способствовала русификации Русской империи. И так же мы говорили вчера о том, что украинский язык был подчинен, забыт. И культура. И когда язык подавляется, тогда подавляется культура очень сильно. И так же религия была в угнетении. Все это часть императорского образа мышления. Заставить людей стать похожими друг на друга. Потому их будет намного легче контролировать. И Антиох содействовал этому. И очевидно, что антихрист сделает то же самое. И он попытается сделать всех похожим, одинаковыми. И также сказано, не почтит он желание жен. И очевидно, что он тот, кто привлекает внимание женщин. Но каким-то образом он к нему не привязывается. Стихи 40-45. Мы видим, что эти стихи не говорят об Антиохе, Эпифане. Но больше это описание идет о врага Израиля, Антихриста. Поэтому тут идет такая ссылка под конец же времени. Конец времен, конец теперешнего мира. Царь Северный покорит себе землю. Царь Севера не обязательно значит, что он должен быть географически расположен на севере. Многие-многие годы обычно говорили, что на севере от Израиля Россия находится. И что Россия придет и покорит Израиль. Но также нужно понимать, что силы Ирана и Ирака Их также считали в древние времена народами Севера. Почему они считали народами Севера? Когда они шли войной на Израиль, они шли вверх по долине реки Ефрат и Тигр. Для того, чтобы армии далеко не отходили от водного источника. Особенно, когда уходили несколько месяцев на то, чтобы переход был. Когда они доходили до Галилеи, тогда они шли на Иерусалим с севера. И поэтому их считали врагами, приходящими с севера. То есть у нас есть преимущество сейчас в картах и в глобусах. И также сказано, спасутся от руки Его. Также завладеет Он сокровищами народа. И его соучастники должны будут подчиниться Ему. Паранойя Антихриста подтолкнет его к тому, чтобы уничтожить многих людей. Разве это не можно сказать и о Сталине? Разве не было у него паранойи? И мы знаем, что он уничтожил десятки миллионов. Так же это станет качеством Антихриста и его поведения. Так же это станет качеством Антихриста и его поведения. Двенадцатая глава. Последняя глава Даниила. Я хотел бы сегодня затронуть первые три главы Откровения. Первый стих Данила, двенадцатой главы. Восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа Твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до всего времени. Но спасутся в это время из народа Твоего все, которые найдены, будут записанными в книге. Это говорит о конце времен, о чем мы читали в сороковом стихе. В конце времен, когда поднимется этот враждебный преследователь для того, чтобы подчинить мир весь, и он установит свой стан в Святой Земле для того, чтобы многих убить. И туда выйдет князь Михаил и будет бороться против этого угнетателя. И это будет временем горя, бедствия, которого не было раньше. Как многие называют это великое скорбь. Или же время бедствия Иакова. Иеремия, chapter 30, verse 7. Иеремия, chapter 30, verse 7. It says, alas, for that day is great. 37. And also Matthew 24, verses 21-22. Также, Матфея 4, 21-22. Иеремия, chapter 30, verse 7. Иеремия, chapter 30, verse 7. О горе, велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова. Но он будет спасен от него. And Matthew 24, verses 21-22. Матфея 24, verses 21-22. Матфея 24, verses 21-22. И тогда будет великая скорбь, как он не был от начала мира до ныне, и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы и никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. And also Revelation, chapter 3, verse 10, where Yeshua promises the church in Philadelphia that they will be kept from a future time of trouble that was yet to come upon the world. Revelation 3, 10. Revelation 3, 10. And so Daniel, the book of Daniel then says, at that time, your people, everyone who is found written in the book, will be rescued. Now this obviously is a, conjures up in our thinking the book of life and the work of the Messiah. Now, 1 Thessalonians, chapter 4, verses 16 and 17 describes the rapture. 1 Thessalonians, chapter 4, verses 16 and 17, which indicates that he will come along with the voice of the archangel. And this corresponds with the description here in Daniel, chapter 12, verse 1. It's very similar to the description here in Daniel, chapter 12, verse 1. Of the archangel Michael being party to God's rescue of his people. You can also see in 1 Thessalonians 1, 10, where Paul teaches that Yeshua rescues us from the wrath to come. Now, in Daniel, chapter 12, verses 2 and 3, and please, Татьяна, if you would read verses 2 and 3. Now, this verse actually begins with the conjunction of the, which means, and. And this is a continuation of the thought in verse 1. Many of the dead will awake, some to everlasting life, and some to everlasting contempt. Now, it seems surprising that many shall awake since, according to the sequel, where the rising of some to life and some to shame is spoken of, much rather than the word all might have been expected. And some have tried to substitute the word all for many. But that really doesn't work for the Hebrew word Rabim. Rabim does not mean all. Kol means all. Rabim means many. So, the angel has in view that the final salvation of the people shall not be limited to those still living at the end of the great tribulation. but shall also include those who have lost their lives during the period of the tribulation. And so, the prophecy consists of all peoples who belong to God's kingdom of the new covenant. established by Yeshua himself. For if you read John 5, 28, where Yeshua teaches the awakening from sleep of all the dead, and unmistakably speaks with reference to this passage. Okay, 28 and 29, I'm sorry. So, in Scripture, we have a series of resurrections. The first resurrection is Yeshua's himself. The second resurrection refers to those who rose from the dead at the moment of Yeshua's death. The third resurrection occurs with the rapture of the church. The fourth resurrection is prophesied in Revelation chapter 11, when the two witnesses arise from the dead after three and a half days. and a fifth resurrection is described in Revelation 20, which is a resurrection relating to the saints who die in this period between the rapture and the second coming. between the rapture and the second coming. Примут славную награду за свою верность. Как мы видим в третьем стихе. И мы возвращаемся обратно к запечатанию книги. Субтитры создавал DimaTorzok